Вечерняя информационная программа продолжает эфир. В студии работает Вера Захарчук. Добрый вечер. Вечерняя информационная программа продолжает эфир. Казахстан в Китае даст новые возможности для сотрудничества двух стран. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Ян Зичи на встрече с Жумартом Тукаевым. Начальник канцелярии руководящей группы по иностранным делам КПК поздравил главу Казахстана с избранием на высокий пост и отметил, что победа на выборах говорит о высоком доверии народа и что под руководством Тукаева страна достигнет новых высот в социально-экономическом развитии. Президент в свою очередь выразил благодарность Яну Зичи за радушный прием. Этот визит является очень важным для Казахстана. Мы исходим из того, что Китай является великим государством, второй экономикой мира и самое главное соседним государством с Казахстаном и дружественным государством для нас. Мы благодарны Китаю за поддержку инициативы по созву совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, другим инициативам Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является на самом деле стратегическим по своему характеру. Мы рассматриваем ваш нынешний визит в Китай как важное большое событие в развитии китайско-казахстанских отношений. И без каких-либо сомнений нынешний ваш приезд обязательно придаст в дальнейшем новый импульс всестороннему стратегическому партнерству. Касамжум Артугаев провел лекцию в Китайской академии общественных наук. Выступления главы государства слушали профессора, ученые, студенты, среди которых немало казахстанской молодежи. Касамжум Артугаев рассказал о начале своей дипломатической миссии в Поднебесной, которая началась больше 40 лет назад. Именно в тот период Китай делал абсолютно новые шаги в управлении. Сегодня темпы развития экономики КНР занимают вторую лидирующую позицию в мире. Прогрессирует Китай и в области IT-технологий. Китайская академия общественных наук занимает особое место в мировой науке. Исследования, выявленные здесь, имеют большой вес в научных кругах. Здесь собрались сильнейшие ученые Средней Азии. Многие свободно владеют казахским языком, что нас очень радует и позволяет расширить сотрудничество. Визит Касамжумарта Тукаева в Пекин положит новое начало в казахстанско-китайских отношениях. Об этом пишут в своих статьях коллеги из соседнего государства. Издания отмечают многообещающее будущее двух государств и говорят о новых возможностях для китайско-казахстанского сотрудничества. Страницы ведущих изданий Поднебесной пролистала Гульнара Жендагуова. Внимание визиту президента Казахстана уделили ведущие китайские СМИ. ChinaDeli.com пишет, что Касамжумар Тукаев приветствовал инициативу «Один пояс, один путь» в качестве пути к многообещающему будущему. Заявив, что современный шелковый путь реструктурировал мировую экономику. Президент Казахстана назвал Китай дружественным соседом и надежным партнером. Важно то, что не осталось ничего, что мешало бы развитию двусторонних отношений и дальнейшему сотрудничеству между двумя странами. Сказал Тукаев, добавив, что две страны подпишут совместные заявления для дальнейшей консолидации и углубления своего всеобъемлющего стратегического партнерства в ходе своего визита. Об особенностях визита Тукаева в Пекин пишет посол КНР в Казахстане. Статья опубликована на Женьминь-Жибао. Это одна из ведущих газет в мире и самая влиятельная в Китае. По словам автора, визит президента Казахстана предоставит новые возможности для китайско-казахстанского сотрудничества. Китай и Казахстан являются развивающимися странами, находятся на ключевом этапе реформирования и развития. Тукаев рассматривает улучшение жизни народа страны и гарантию устойчивого экономического роста в качестве основных задач. Стремится к активному привлечению инвестиций, постоянно борется с коррупцией, что полностью совпадает с целями двухстолетий и инициативой «Один пояс, один путь» Китая, которые нацелены на открытость, экологичность и честность. Новостной канал CGTN также посвятил статью «Встреча Тукаева с руководством Китая». Отмечу, что в последнее время, по данным китайских СМИ, двустороннее деловое сотрудничество демонстрирует эффективные результаты. Масштабы торговли и инвестиций постоянно увеличиваются. С января по июнь китайско-казахстанский товарооборот превысил 9,5 миллиардов американских долларов, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Гульнара Жандагулова, Хабар-24. Нурсултан Азербайев принял первого заместителя председателя партии Нуратан Буржана Байбека. В ходе встречи была доложена информация о реализации программы перезагрузки партии. Кроме того, Буржан Байбек рассказал Ельбасе о мерах, принятых для активизации деятельности молодежного крыла Жасоттан. Речь также шла о работе общественных приемных партий по оперативному реагированию и решению насущных проблем граждан в регионах страны. В завершении встречи Нурсултан Азербайев дал ряд конкретных поручений. По вашему поручению мы приступили к работе в регионах по перезагрузке партии. В шести областях поменялись первые заместители. Буквально недавно мы провели мероприятие с молодежным крылом Жасоттан. Собрали порядка двухсот молодых лидеров и провели вместе с ними пятидневный семинар. Кроме того, мы встретились с депутатами и обсудили дальнейший план совместной работы. Наряду с этим мы активно развиваем деятельность общественных приемных партий Нур-Отан. За восемь месяцев туда обратились около 140 тысяч граждан. К примеру, только вчера в столичную приемную пришли 27 человек, которые пожаловались на судебные решения. Председатель Верховного суда поручил представителям судебного органа принять граждан и решить проблемы. 99% пострадавших зданий Арыси восстановлено. В порядок осталось привезти дома, отстроенные с нуля. На объектах трудятся 4000 строителей. Сегодня город посетил премьер-министр Казахстана Оскар Мамин. Он проинспектировал строительные работы. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Жизнь в Арысе вернулась в прежнее русло. Об июньских событиях сейчас уже ничего не напоминает. Лишь на некоторых улицах строители завершают последние отделочные работы. В результате взрывов пострадали больше 7 тысяч зданий города. Свыше 400 из них пришлось нести. Сейчас их возводят заново. Мой дом был старый, поэтому в прошлом году я его отремонтировал. Но в результате взрывов он сгорел. Так как дом не подлежал ремонту, его снесли и отстроили заново. Претензий к строителям нет. Меня все устраивает. На данный момент капитально отремонтировано 62 социальных объекта. Восстановлен и железнодорожный вокзал, который в 1904 году возвели по указу Николая II. Перед строителями стояла ответственная задача перевести в порядок здание, сохранив при этом его исторический облик. Капитальный ремонт вокзала «Арысь-1» завершен. Сейчас мы уже обслуживаем пассажиров. При ремонте все исторические ценности вокзала были сохранены. Кроме того, была благоустроена территория вокзала. Мы благодарим строителей и правительства за качественную работу. Премьер-министр побывал и в Туркестане. Он ознакомился с ходом строительства нескольких крупных объектов. В их числе международный аэропорт возводит его турецкая компания. Объем привлеченных инвестиций составляет 70 миллионов долларов. В эксплуатацию воздушную гавань сдадут в конце следующего года. А музыкальный фонтан практически достроен. Открытие запланировано в ближайшие месяцы. Особое внимание в Туркестане уделяет озеленению. От города Туркестан до Сардарьи, где-то около 23-25 километров, эту зону тоже застраивать как природный парк. Чтобы все-таки там была такая большая масса зелени. А в сторону Кентау, в сторону гор, пальчиков развития озеленений. Тогда у нас с гор будет в город попадать бриз. До конца года в Туркестане планируют открыть сразу 11 новых объектов. Среди них здания областного акимата, амфитеатр и медиа-центр. Елена Шерайбер, Рауль Габитов, Ербала Тайбишев, Хабар-24, Туркестанская область. В Казахстане заработает Северный инвестиционный банк. Соответствующее соглашение ратифицировано сегодня депутатами Мжелеса в ходе пленарного заседания. Документ позволит открыть финансирование инвестиционных проектов в нашей стране. Среди основных направлений банка – сельское хозяйство, энергетика, зеленая экономика, телекоммуникации и транспорт. К реализации уже подготовлен пул проектов стоимостью более миллиарда евро. В их числе внедрение сети 5G и производство технического кремния в Павлодарской области. Если заемщиком является государство, то кредитная ставка составляет 2%. Если кредитуется частный сектор, то ставка составляет примерно 7%. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Условия привлекательны и похожи на условия других финансовых институтов. Привлекательность банка в том, что банковские процедуры проводятся быстро и средства можно привлечь на различные сферы. Соглашение не требует несения членских взносов и других обязательных платежей из бюджета. К другим темам. Шесть небольших озер и открытых цистерн с остатками нефтепродуктов отравляют экологию Атерао. Находятся они менее чем в 300 метрах от жилых кварталов. Сколько тонн отравляющих веществ в них находится, никто точно не знает. Такое наследие оставила пропарочная станция, где очищали железнодорожные цистерны. Решением суда ее закрыли в 2006 году за наносимой экологией региона вред. Однако и закрытая станция все эти годы продолжала свое пагубное воздействие на экологию. Тему продолжит Виктор Сутягин. Вот таких озер и емкостью с нефтью я насчитал шесть. Сколько тонн в них находится, никто сказать не может. Не мерили, не считали. Десятки, а может быть сотни. А расположено это рукотворное мини-месторождение в нескольких сотнях метров от жилых городских кварталов. Такое наследие оставила горожанам станция, где очищали и пропаривали от остатков нефтепродуктов цистерны. В 2006 году изрядно портящую экологию региона пропарку по решению суда закрыли. Уходя, железнодорожники оставили ржаветь и разрушаться и эстакады, и здания. Не убрали за собой и разлитые нефтепродукты. Они здесь не только в открытых озерах и емкостях. Нефтью и мазутом забиты недемонтированные железнодорожные пути, эстакады. По словам когда-то работавшего здесь члена городского гражданского совета Таната Нрумова, под землей есть и большое хранилище с нефтепродуктами. Мы считаем, что старая пропарка является одним из источников экологической бедствия города. Пары, которые выделяются при испарении нефти, наносят огромный вред здоровью жителей города, приводя к различным заболеваниям, в том числе и к онкологии. Члены гражданского совета, забив тревогу в социальных сетях, обратились в различные контролирующие органы. По поручению Акима области мы провели проверку на бывшей пропарочной станции. Выяснилось, что остатки нефтепродуктов принадлежат западному филиалу «Казахстан-Темиржалы», на балансе которого находится станция. Отвечающим за экологию органам было поручено принять меры для наведения порядка на замазученной территории. По результатам проверки внесено предписание об утилизации нефтяных отходов до 30 сентября текущего года. Если к этому сроку никакие работы не будут проделаны, тогда будет решаться вопрос об привлечении к административной ответственности. Но пока железнодорожники не приступили к рекультивации земли, а это больше гектара, говорить о решении проблемы рано. Природный токсин, каковым является нефть и продукты из нее, по-прежнему испаряясь, будут отравлять экологию города. Виктор Сутягин, Тимирлан Сутангазиев, Ямантай Матенов, Атырау, Хабар-24. Сейчас крупную партию опасных арбузов выявили на одном из торговых рынков Нур-Султана. Тона Бокчевых была заражена вредителями. Инспекторы нашли в них личинки дынной мохи. Ягоды сразу же изъяли и уничтожили продавца. А штрафовали. На крупную сумму выяснилось, что продукцию привезли из Туркестанской области. По словам специалистов, дынная муха не представляет угрозы для здоровья человека. Но это враг номер один бокчевых культур. Паразит вполне может погубить все, что посадили фермеры. Наши потребители при покупке необходимо обращать внимание на корки арбузов или дыни. Можно увидеть невооруженным глазом красно-коричневое выделение. И, соответственно, она, возможно, будет пораженной. В таких случаях необходимо обращаться к нашим карантинным инспекторам. Во всех торговых рынках у нас находятся закрепленные инспекторы, которые на постоянном основе проводят карантинный фитосанитарный контроль. Чего стоит опасаться казахстанцам при выборе плода овощей? Опасны ли вредители здоровью человека или досаждают только работе фермеров? Об этом и не только в программе «Актуально» расскажет Елена Шрайпер. Томатная моль, бактериальный ожог и дынная муха. Чего стоит опасаться казахстанцам при выборе плода овощей? Фитосанитары серьезно обеспокоены. В стране появились заболевания, которые угрожают фруктовым деревьям, бахчевым культурам и овощам. О том, что это за болезни, как их обнаружить и, главное, как с ними бороться, расскажу в ближайшие несколько минут. Это «Актуально». Здравствуйте. Дынная муха занимает достойное место в списке вредителей и карантинных объектов. На плодах появляются мелкие бугорчатые пятна, а после развития личинок начинается внутреннее загнивание плодов. Бороться с вредителем трудно. Муха в основном живет внутри плода, то есть единственным качественным методом борьбы с ней будет уничтожение продукции. Чтобы избежать заражения, проводить посев нужно как можно раньше. И именно скороспелых и обильно цветущих сортов дынь и арбузов, обладающих значительной лёжкостью и менее повреждаемых дынной мухой, чем обеспечивается завязывание и рост плодов до массового лёта мухи, так как сформировавшиеся и подросшие плоды не представляют интереса для мух. Единственным надежным и эффективным средством профилактики повреждения плодов дынной мухой являются ранние посевы. Каждое лето повторяется один и тот же сценарий. Аграрии уничтожают сотни килограммов арбузов или дынь, не сумев уберечь от вредителей. Но есть и те, кто довозит плоды до точек торговли, и только там фитосанитарная инспекция проводит проверку, досматривает продукцию и обнаруживает вредителей. На территории Нур-Султана есть теплицы, где выращивают овощи. При распространении данного карантинного объекта урожайность может сократиться на 20%. При массовом распространении поражения могут составить от 50 до 100%. В случаях, если вы приобрели такой арбуз, необходимо обратиться в государственную инспекцию. Соответственно, будут приняты необходимые меры. Инспекторы отбирают образцы, направляют в лабораторную экспертизу. После подтверждения продукция изымается и уничтожается. Для здоровья человека дынная муха не опасна, разве что оставляет неприятные впечатления от покупки. Но она существенно портит урожайные поля сельхозтоваропроизводителям. Чтобы избавиться от этого вредителя, аграриям приходится зачищать не только свою территорию для посевов, но и проводить химическую обработку в окрестностях. И это актуально. Ежегодный общественный совет участников рынка железнодорожных перевозок «Зерна» сегодня прошел в Нур-Султане. Трейдеры, экспедиторы, представители транспортных компаний и госорганов собрались вместе, чтобы решить актуальные проблемы отрасли. Подробнее расскажет Асхат Ниязов. Больше полутора миллиардов километров пройденных дорог. Такое расстояние за шесть лет проехали вагоны с зерном системного оператора на казахстанском рынке железнодорожных перевозок «Астык Транс». Именно они сегодня собрали всех, чтобы перед началом уборочного сезона понять ситуацию, и если есть проблемы, решить их сообща. Здесь вопросы не только транспортировки железнодорожным транспортом. Здесь вопросы и продажи, и вопросы урожая, вопросы новых географических направлений. Поэтому мы собираем всех участников этого рынка, обсуждаем, прогнозируем, определенные договоренности осуществляем, и, соответственно, будем полностью готовы к вывозу урожая 2019-2020. Участников больше двухсот. Сюда каждый год приезжают зерноперевозчики со всей страны. Даже если у тебя нет никаких проблем, здесь можно понять, куда двигаться дальше. Мы, как грузоотправители, говорим, мы хотим туда поехать. Наши операторы вагонов должны заявить о том, что да, у нас, в принципе, вагонов достаточно в том направлении, вы, в принципе, можете спокойно грузить зерно. В этом году ожидается больше 19 миллионов тонн урожая зерновых. Экспортный потенциал, по прогнозам экспертов, 7 миллионов тонн. Так вот, чтобы все это максимально эффективно продать и использовать, сегодня и собрались. Асхат Ниазов, Жандос Питабаров, Хабар, 24. Дефицита билетов на поезда нет. В КТЖ отреагировали на жалобу Нурдоса Тажметова, который заявил об отсутствии билетов по направлению Нурсултан-Шимкент. Компания вводит новую систему продажи электронных билетов, что исключает скупку, перепродажу и тем самым устраняет дефицит. Подробности в следующем сюжете. Начиная с 6 сентября по сегодняшний день, даже по завтрашний день, есть наличие места по сообщению Нурсултан-Шимкент. Мы не считаем, что билетов нет. Мы эту проблему полностью искоренили. Билеты есть во все направления. Новая система продажи электронных билетов в КТЖ исключила скупку и перепродажу билетов. Внесены изменения в правила перевозок по групповым поездкам, которые исключили большое количество махинаций. Также ведутся переговоры с известными интернет-сервисами для предоставления широких возможностей покупки ЖД-билетов населению страны. С 1 июля 2013 года мы запустили обновленную систему Мобиус, которая позволяет нам бороться именно с перекупщиками. Нашим клиентам, нашим пассажирам предоставлена возможность листа ожидания. Одной из новых услуг национального перевозчика стал лист ожидания. Пассажир бесплатно может приобрести ЖД-билет, встав в электронную очередь. До конца года будет введено и СМС-подтверждение заявок по листу ожидания. Татьяна Ковалева, Хабар 24. Отечественный бизнес нуждается в дополнительной защите. Как выяснилось, предприниматели все еще душат незаконными проверками. В частности, по данным специалистов, это происходит в сферах фитосанитарного контроля, реализации табачной и алкогольной продукции, миграции и антитеррористической защиты объектов. Из-за отсутствия четкого порядка проведения проверок бизнесменам приходится выплачивать необоснованные штрафы или давать взятки. Экспертная группа при Наспалате Атамикен предлагает ответственным ведомствам внедрить правки в предпринимательский кодекс. Продолжение следует... Отсутствие регламентации приводит к тому, что возникают коррупционные действия со стороны государственно контролирующих органов. В Нур-Султане подводят итоги первого дня форума «Астана Медиа Вик». Там были презентованы последние тенденции в сфере медиа. Участники обсудили вопросы развития отечественной медиасреды и продвижения деловых отношений на региональном уровне. Кроме того, поговорили и о развитии сериальной и киноиндустрии в Казахстане. Лидером в этой отрасли бесспорно выступает агентство «Хабар». Елена Остимович продолжит тему. «Астана Медиа Вик» проходит в столице третий год подряд. В течение трех дней здесь поднимают проблемные вопросы, делятся новыми знаниями и уникальными идеями в медиасфере. Ведут конструктивные переговоры. В этом году на площадке форума представлены больше 50 продакшн-компаний. В событии участвуют 60 отечественных и зарубежных топ-менеджеров медиаиндустрии. Это значительно больше, чем в прошлом году. Я не буду приводить набившие всем оскомину примеры того, как успешно мобильный телефон конкурирует сегодня с телевидением и с печатными изданиями. Скажу лишь, что в этих процессах очень много нюансов. И не только технологических или маркетинговых, но и этических, демографических и социально-политических. Нужно признать, что государство, как огромный и довольно неповоротливый бюрократический механизм, реагирует на все эти изменения не так оперативно, как хотелось бы. Поэтому для нас, государственных органов, очень важен взгляд и суждение профессионалов, ваша помощь в осмыслении и адекватном реагировании на происходящее. Развитие и производство сериальной продукции, связанные с этим вопросы по налоговым преференциям, стали сегодня главными темами для обсуждения. Ни для кого не секрет, что отечественные сериалы становятся очень популярными. Учитывая растущий интерес казахстанской аудитории, телесемейство Хабар ежегодно производит фильмы различных жанров. Это единственный медиахолдинг, который снимает исторические фильмы о судьбах знаменитостей. Мы первыми на телевизионном рынке начали производить биографические сериалы. Потому что, с одной стороны, это история известных деятелей государства, науки, искусства, культуры, спорта и так далее, чья биография, которая всегда интересна зрителю. С другой стороны, мы хотим показать, что в Казахстане есть герои нашего времени, что молодежи нужно брать пример с казахстанских героев, с людей, которые своими руками вознесли большую влепту формирования независимого Казахстана. Агентство Хабар ведет активную работу по продвижению собственного контента за рубежом. Отечественные сериалы и программы с удовольствием смотрят жители Монголии, России и Китая. Мне больше всего интересуется, что можно ли найти вот такую возможность сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Например, найти какой-то совместный проект по кино и червячению. Помимо Уцзянь, кресло международных спикеров заняли польский режиссер и продюсер Дарью Шеблонский и генеральный директор кинокомпании Star Media Елена Белоусова. По ее словам, у казахстанской киноиндустрии большое будущее. Тем более, что министр информации пообещал обеспечить производителей налоговыми льготами. Во всем мире телевидение воспринимается зрителям как развлекательный контент. Но большинство казахстанских зрителей пока еще включает телевизор для получения информации. Я считаю, что развитие казахстанского телевидения будет идти именно по этому пути. Очень важно наращивать производство продукции развлекательного плана. Это ток-шоу, сериалы, все то, что расслабляет человека после тяжелого трудового дня. На неформальных конференциях и панельных сессиях говорили также о развитии нишевых телеканалов. Известные спикеры делились секретами по созданию вкусных медиапродуктов. Другие высказывались, как они видят развитие региональных средств массовой информации. Медиафорум продолжится завтра. Организаторы уже заявили, программа второго дня будет еще более насыщенная. Пройдет рекламная конференция. Гостей ждет серьезная аналитика, панельные дискуссии по прямой рекламе и спонсорству на ТВ. И мастер-классы для локальных рекламодателей. Секретами мастерства поделятся тренеры из Украины и Турции. Рекламный марафон второго дня завершится презентация нового сезона в цели семейства Хабар. Елена Устимовича, Мирбек Изимов, Хабар 24. В Тимиртау дом, который строили для госслужащих, многодетных семей и людей с особыми потребностями, дал трещину. Подрядчики уже дошли до четвертого этажа, но фундамент просел и образовался разрыв в стене. По данным руководства региона, виновна в случившемся кампании, которая изготовила проектно-смертную документацию. Изначально некачественно были проведены геолого-разведывательные работы, отмечают специалисты. Но авторы проекта с ними не согласны. Теперь в деле будет разбираться суд. Пока строительство приостановлено, два дома по программе Нур-Лежер из бюджета выделили 700 миллионов сенге. 96 из них было вложено в треснувшее здание. Возместить ущерб должны виновные. Тем временем нового жилья ждут в очереди более 3000 человек. 100 из них рассчитывали получить квартиры в этих двух домах. Геолого-разведка сделана неправильно. Инженерная геология, срез почв, первоначальная экспертиза. Везде допущены ошибки. Мы заказали собственную экспертизу, как только обнаружили дефект и появилась микротрещина. И данные не совпадают. Поэтесса, народный писатель Казахстана, государственный и общественный деятель Фариза Ангарсынова оставила за собой богатое наследие и всегда будет жить в памяти казахстанцев. Сегодня на ее родине в Атарауской области проходят юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию литератора. В Атарау прибыли известные писатели, поэты, представители интеллигенции. Они возложили цветы к памятнику Фаризе Ангарсыновой и приняли участие в научно-практической конференции, посвященной исследованию ее творчества. Кроме того, в ближайшие дни пройдет концерт, где будут исполнены песни на стихи поэтессы и показаны сценические постановки на ее произведения. Еще при жизни Фаризу Ангарсынову прозвали «королевой поэзии». Читатели высоко ценили ее литературные труды, насыщенные эмоциями и патриотизмом. Смелость, нетерпение к недостаткам – вот, на мой взгляд, основной стержень творчества Фаризы. О чем бы она ни писала, она всегда пропускала каждую строчку через свое сердце, душу. В этом ее величие, неповторимость. Сейчас ненадолго прервемся на рекламу, позже продолжим.